Доброе утро, Ольга! Слушайте, какой сомнительный рецепт красоты. Интересно, кто ей посоветовал этот крем? На этот вопрос мы ответить не можем. Мужчина или женщина? А вот стоит ли прибегать к таким мерам, мы хотим вас спросить. Крем для геморроя, у него от геморроя, он все-таки есть, у него назначение, да, у него есть инструкция и прямое назначение, для чего он разработан, создан. Его назначают непосредственно все равно врачи-хирурги, которые указывают... Но он что делает? Увлажняет? Вот именно его главная суть-то. У него противовоспалительный, противоотечный эффект, конечно же, да? А, вот, противоотечный. Да. Наверное, руководство с этим использует. И поэтому Сандра и рекомендует тут наносить крем. Ты реально веришь, что Сандра Балк использует крем от геморроя? Слушай, я знаю, сколько... Под глаза себе? Я в жизни в этом не понимаю. Главное, мы услышали, да, от эксперта, нужно использовать то, вот... По назначению. По назначению сюда. Давайте дальше движемся. У нас есть совет от Тейлор Свифт, от звезды, чьи клипы бьют все рекорды. Давайте послушаем, что она нам советует. Многие отмечают, что у меня красивые стрелочки. Однажды я летела в самолете, и у меня с собой вообще не было косметики. И тогда я просто нарисовала стрелки маркером. Получилось очень классно. Ну, это очень хороший совет. Такой перманентный. Что вы скажете, Ольга? Ну, в большинстве маркеров все-таки самое содержание, да, это спирт. Спирт может являться раздражающим фактором как для слизистой глаза, так и для кожи. Поэтому он может спровоцировать аллергический дерматит. И, в принципе, его использование тоже нецелесообразно. Но разово, это же, мне кажется, ничего плохого не будет. Если он на водной основе. На водной основе можно использовать. А, по-моему, слушайте, я и пользовалась как-то маркером. Но я не буду сейчас на себя наговаривать. По-моему, я давно уже стрелки свои рисую. Но давайте... Давай далее. Правда, я звезда не я, а вот наши звезды голливудские. Следующие у нас кто? Это у нас Леди Гага эпатажная, да. Так, Тейлор, уходи. Леди Гага, приходи. Обожаю использовать глиттер в макияже. А снять его очень просто. Я беру обыкновенный скотч, прилепляю его на лицо и отдираю вместе с блестками. Так, ну я так полагаю, что вот этот глиппер или что она там сказала, это блестки. Их действительно очень сложно смыть, и нужно там молочком тереть. Но как вы насчет скотча? Все-таки их лучше снимать средствами, содержащими масла. Да, то есть они более деликатно будут снимать эти блестки. Скотч все-таки имеет клейкую основу, которая может повреждать поверхностный слой кожи, и ее вот травмировать хронически нежелательно. Ну, понятно, что если постоянно делать и все лицо вот так наклеивать, это понятно, кожа растянется. Но если вот один раз... Слушай, ну по такой логике можно тогда и один раз и суперклей использовать. И один раз крем от геморрой. Крем от геморрой, ничего страшного там не случится. Ну нет, вот действительно от одного раза уже кожа может испортиться. Ну раздражение же, конечно, ну раздражение. Нет доказательной базы о том, как взаимодействует клей непосредственно с кожей, и какие он может вызвать последствия. Поэтому может быть все, что угодно. Да, конечно. Так, ну к нам опять, к нашим звездам возвращаемся. Давайте вернемся. У нас напоследок есть Кейт Хадсон и ее любимый лайфхак, как быстро привести свою кожу в тонус. Давайте посмотрим. Я регулярно окунаю лицо в миску со льдом. Замораживаю минеральную воду, высыпаю кубики льда в раковину и несколько раз опускаю туда лицо по утрам. Это очень бодрит и делает цвет кожи ярким. Как она интересно сделала. Лицо в лед. Что скажете? Это оправдано, потому что есть много процедур, которые именно сопровождаются холодом. Да, это оправдано с той стороны, что сначала у нас сужение сосудов, потом расширение. Улучшается, да, цвет лица, улучшается питание, тонус. И создается ощущение того, что если было отечное лицо, за счет того, что вот эта помпа, да, у нас уходит, конечно, лишняя лимфа. Но обязательно ли залазить в миску? Нет. Можно просто кубиком льда протереть лицо? Можно прохладной водой умыться также. Главное не переборщить, неужели 4 часа подкидывать себе лед в эту миску? А еще, знаете, миску... Еще одно излюбленное, излюбленный рецепт красоты многих девушек – это овсянка. И ей умывается, искрабирует лицо и наносит ее просто как маску, разбавляя водой. Что вы скажете на это? Ну, ее больше все-таки используют как экс-валиант, отскрабировать, убрать роговые чешуйки, которые, в принципе, уже омертвевшие клетки, которые должны самостоятельно отшелушиться. Но они с возрастом у нас самостоятельно все хуже и хуже отшелушиваются. То есть, ну, можно использовать также и готовые формы, чтобы не размачивать самостоятельно. Ну, я однажды делала все-таки из овсянки маску, мне очень понравился эффект. Кожа реально стала очень бархатистой и очень нежной. То есть она все равно работает же, да? Она работает как экс-валиант. А в преддверии летнего сезона, который вот уже через два месяца начнется, ягодные, огуречные маски? Да, вот малину собираешь, огурец. Судя по вашему скептичному выражению лица... Лучше использовать готовые формы все-таки, да? Потому что если вы не фармацевт, не знаете, в каких пропорциях, как это все приготовить, да, то лучше использовать готовые формы. Потому что вы можете, пока готовите эту маску, да, из тех ягод, либо огурцов, да, то есть вы потеряете те свойства, которыми она может обладать. Да и муха залетит еще, не дай бог, от этой грязной мухи прыщает. Свернем тему. Спасибо огромное за отрешу. Спасибо за то, что разъяснили нам, внесли яшу. Спасибо большое. В этих сомнительных советах. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.